Зачинщикам массового бунта в Ревтинском спецучилище грозит до 15 лет колонии. Сегодня в областном суде начали рассматривать дело о беспорядках в учреждении. На скамье подсудимых четверо подростков. Я полагаю, что данное мера пресечения, ранее избранное мера пресечения в виде подписки о невыезде, подлежит изменению на заключение под стражу. Обвинения настроены серьезно. Так, пятый подсудимый, не явившийся сегодня в зал заседаний, теперь будет ожидать решения суда за решеткой. С остальных взята подписка о невыезде. Пятерых воспитанников Ревтинского спецучилища обвиняют в том, что в августе прошлого года они организовали массовые беспорядки, спровоцировали бунт, устроили погром учреждения. К ряду сотрудников учреждения, участниками массовых беспорядков, было применено физическое насилие. Кроме того, в течение трех дней, когда происходили эти события, территорию учреждения самовольно покинули 50 воспитанников, которые в последующем были найдены и возвращены учреждению. Пятерым зачинщикам массового бунта грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. В качестве потерпевших в суде выступают воспитательница Ревтинского спецучилища Оксана Горелова и бывший работник учреждения Александр Трубин. Он до сих пор не может без содрогания вспоминать события тех дней. Я сопровождал группу детей воспитанников, тем самым не нанесли физическую боль. Вы можете более подробно рассказать, как вообще все происходило? Не-не-не было. Без комментариев.